МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По мнению издания, в старые добрые времена изначальная пятерка США, Германия, Франция, Британия и Япония были ведущими экономическими державами и могли диктовать свои условия. Нынешние же лидеры G8 понимают необходимость продемонстрировать то, что они все еще могут формировать повестку дня. Однако сумеют ли стороны прийти к согласию? Вряд ли, прогнозируют западные СМИ. Сегодня утром в Лох-Эрн прибыл президент России Владимир Путин, начавший свой рабочий визит в Великобританию накануне. В Лондоне он переговорил с премьером Дэвидом Кэмероном, а также побеседовал с представителями британских экономических кругов. На полях форума у Путина запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом США Бараком Обамой. Основное место на переговорах займут вопросы противоракетной обороны, урегулирования в Сирии и совместная борьба с терроризмом. Один против семи. Российскому лидеру придется нелегко и во время общих обсуждений в рамках саммита. Впервые за президентскую карьеру ему придется оппонировать остальным участникам. За два с половиной года конфликта в Сирии попытки переубедить друг друга лишь привели к еще большему обострению между Москвой и западными столицами. К России переходит председательство в G8, но разговор Путину придется вести так, чтобы не вызвать отказа Обамы от участия в саммите Большой двадцатки в Санкт-Петербурге в сентябре этого года, которому Москва придает особое значение. Не обошлось и без скандалов. Благодаря Эдварду Сноудену, прославившемуся разоблачениями спецслужб США, в канун саммита в Северной Ирландии стало известно о неприглядных фактах другого саммита – встречи лидеров G20 в Лондоне. Американские и британские шпионы в 2009 году прослушивали Дмитрия Медведева, занимавшего на тот момент пост президента России. Вашингтон поспешил опровергнуть информацию, но осадок, как говорится, остался. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, верить Соединенным Штатам нельзя. Скандал. В 2009 на G20 спецслужбы США и Англии прослушивали телефонные разговоры Медведева. США опровергают, но верить нельзя. Сплошной обман. Нынешний саммит G8 ознаменовался противостоянием России и США и на бытовом уровне. Владимиру Путину придется довольствоваться купанием в холодном озере Лох-Эрн, так как американский лидер Барак Обама забронировал местный спортзал первым и уступать российскому коллеге отказался. Но по мнению британской Times, если Путин решит усилить свой имидж настоящего мужчины купанием, то помешать его бутерфляю смогут разве что британская полиция или американские морпехи. Владимир Унанянс, RTVI. Итак, одна из главных тем саммита Большой Восьмерки в Северной Ирландии – сирийский кризис. Еще до начала форума некоторые его участники обозначили свои позиции. Так, президент России Владимир Путин заявил, что все еще верит в возможность мирного урегулирования конфликта. На совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном в Лондоне он коснулся вопроса подготовки переговоров в Женеве. По инициативе Москвы и Вашингтона в Швейцарии должны были встретиться представители сирийских властей и оппозиции. Позже, на фоне обострения ситуации в Арабской Республике, встреча оказалась под угрозой срыва. Тем не менее, в Лондоне Путин заявил, не думаю, что идея конференции окончательно похоронена. Глава Кремля подчеркнул, что сирийский конфликт можно решить исключительно политико-дипломатическими средствами. Ситуацию в Сирии прокомментировала и экс-губернатор Аляски, бывший кандидат в вице-президенты США Сара Пейлин. Причем ее комментарий мировые СМИ уже назвали шокирующим. Политик, известная своими одиозными заявлениями, раскритиковала решение администрации Барака Обамы подставлять оружие сирийским повстанцам. По ее словам, неразумно видеть Америку вместе с ордой варваров, которые не уважают фундаментальные права человека. Пейлин выразила сожаление, что в США нет верховного главнокомандующего, но есть клоун в лице Обамы. И предложила отставить решение сирийского вопроса на волю Всевышнего. До тех пор, пока у нас не будет главнокомандующего, понимающего, что он делает, ввязываясь в конфликт радикальных исламских стран, где воюющие стороны истребляют друг друга с криками «Аллаху Акбар!», и пока у нас не появится тот, кто знает, что нужно делать, я говорю, пусть все решает Аллах. Турецкие профсоюзы объявили общенациональную забастовку, правда, только на один день. Так они решили выразить свое недовольство жесткими действиями полиции, а также солидарность с участниками антиправительственных акций. Инициаторы стачки — крупнейшее профессиональное объединение страны. В их рядах числятся более 200 тысяч человек. Лидеры рабочих союзов возмущены реакцией властей на протесты. По их мнению, в своем вчерашнем выступлении премьер-министр Реджеп Тайпердаган фактически оправдал репрессии и полицейское насилие. Поэтому они присоединяются к требованию об отставке главы правительства. К забастовке присоединились и турецкие врачи. Сегодня они будут работать только в экстренных случаях. Сейчас коротко о других международных новостях. В Индии по меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями. Несколько десятков жителей зоны бедствия числятся пропавшими без вести. Уровень воды во многих реках превысил критическую отметку. Размыты дороги, разрушены здания. Джулиан Ассанж почти год скрывающийся в посольстве Эквадора в Лондоне полон сил бороться за свои права. Об этом заявил глава МИД латиноамериканской страны, посетивший дипмиссию. Рикардо Патиньо при этом подчеркнул, что и Эквадор намерен отстаивать права основателя сайта Викиликс. Нудисты, велосипедисты, около сотни любителей двухколесного транспортного средства провели необычную акцию в Брюсселе. Они проехались по улицам города Нагишом. Так активисты попытались обратить внимание на беззащитность велосипедистов перед водителями автомобилей. Самая красивая американка Эрин Брейди из Коннектикута в Лас-Вегасе составился финал конкурса Мисс США 2013. Победительницей стала 25-летняя жительница городка Истхэмптон. Она будет представлять страну на конкурсе Мисс Вселенная, который пройдет в ноябре в Москве. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. Встретимся менее чем через два часа. Не переключайтесь.